Будучи подростком, Ирина попала в детский дом. Потом вышла замуж. Неудачно. Осталась девятилетней дочерью на улице. Невыносимый груз, упавший на хрупкие плечи женщины, инвалида по зрению, которая еще и заботится о девочке с тяжелой болезнью, почти сломал Ирину. Надежда как бы у меня жила всегда, что что-нибудь все равно должно быть, какой-нибудь просвет он должен быть. Но сказать вам честно, мне о плохом думать некогда было. Мне надо было поднимать ребенка, чтобы она... Просто у нее очень серьезное заболевание. И там, как говорится, руки опускать нельзя. Свет надежды появился в октябре 2017 года. Женщина попала в социальную гостиную. Здесь она нашла поддержку, обрела новую семью и теперь смотрит в будущее с оптимизмом. На будущее самый главный план – это получить квартиру. И каким-нибудь способом ее обставить. Это тоже как бы уже задумываясь об этом. Потому что новая квартира, ее еще надо обставить. На полу как бы спать тоже не хочется. Но это уже будет свое жилье, там уже будет совершенно другое. Наталья – сирота. До 16 лет девушка воспитывалась приемными родителями, пока ее не выставили за дверь. Она познакомилась с молодым человеком. В 17 вышла за него замуж и родила дочь. Но семейное счастье разбилось в дребезги. Молодой человек, не готовый был к семейной жизни, начал гулять. Начал вытаскивать деньги из меня. Постоянно пропадал куда-то. Жил за мой счет. Не хотел работать. Потом, когда его родители меня выгнали, я скаталась месяц по знакомым, по друзьям. Потом узнала об этой организации. Попала сюда. В социальной гостиной Наталье оказали юридическую помощь и научили справляться с бытовыми и психологическими трудностями. Окружена теплом и заботой и восьмимесячная Настя. Поскольку ребенок у меня первый, я не могла, не знала, как обращаться, как купать, что готовить. Мне здесь Михайловна помогала все. Научила готовить, научила за ребенком ухаживать, как делать детское питание, не покупать ничего. Научили распределять финансы. Как красиво одеваться, не выглядеть, как мальчик. Обратиться за помощью в социальную гостиную может любая женщина, попавшая в беду. Эта структура, чем мы хороша, она совершенно не забюрократизирована. Да, форма. В общем-то, есть комиссия, которая принимает решение о помещении, скажем так, эту женщину, это жилое помещение. Но, тем не менее, каждая женщина может прийти по этому адресу, может обратиться в комитет по опеке, может обратиться в фонд помощи детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. И там ей помогут, никаких документов для этого не нужно. Мы принимаем даже погорельцев, у которых не осталось ни одного документа. И, тем не менее, помощь им всегда оказывается. Еще недавно эти люди думали, что беспросветная черная полоса никогда не закончится. Теперь они дарят окружающим улыбки и уверены, что все наладится. За 8 лет существования социальной гостиной более полусотни курянок смогли начать здесь новую жизнь. Станислав Костиков, Сергей Дорохов, телеканал СЕИМ.